Предприятия Восточно-Казахстанской области готовы закрыть потребности страны в подсолнечном масле. Об этом они заявили министру торговли и интеграции. В рамках поездки в регионы Серег Жумангарин встретился с аграриями и представителями бизнеса. О продовольственной безопасности, ценах и многом другом расскажем в следующем сюжете. Это животноводческий комплекс с доильным залом, который оснащен импортным оборудованием, позволяющим увеличить объемы. На этот проект было вложено 2,7 миллиарда тенге, ну а на опасение руководства предприятия, что будет слишком много молока, глава Минторговли отметил, что государство нуждается в отечественном продукте. Стадом управляет компьютерная программа, есть и цифровые счетчики. В другой местности Жумангарин посетил интересное хозяйство, тут проведен успешный селекционный опыт. Казахскую белоголовую скрестили с гирефордской породы коров, а получившиеся коровы прекрасно чувствуют себя в условиях снежных и морозных зим, а также приспособлены к скудному корму. Республика всегда славилась животноводством, и сейчас необходимо его полноценное развитие. Статистика, надо сказать, при всем многообразии невеселая. Всего на 56% мы обеспечены своей молочной продукцией, остальное – импортное. А в этом крестьянском хозяйстве выращивать зерновые и масличные культуры имеется собственный зерносушильный комплекс с единовременным хранением 24 тысяч тонн. Занимается также семеноводством, а площадь пастбищных угодий составляет 12 тысяч гектар. Глава хозяйства рассказал об оснащении своего предприятия, и если, например, трактор раньше стоил 150 миллионов тенге, то теперь 300 миллионов за один. Я беру именно вот этот класс, который у нас в Казахстане. Я два стуки. Глаза вместо одного. А по производительности? По производительности у них один. Одинаковый. Да и надежность такая. Так же. Примерно один. Ну, это же хорошо, значит, правильное решение принято. Ну, а мясную продукцию можно было увидеть и в семье. Большие ряды мяса и мясной продукции, знаменитый мед разных сортов. Его продают на ярмарке выходного дня для жителей и гостей города. А также своя молочная продукция, которую и показали заместителю премьер-министра. Изобилие есть, но вопрос только в ценах, которыми Жумангарин тоже поинтересовался. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42.